мои хорошие всем приветик всем доброго времени суток доброе утро добрый день помыла холодильник вымыла это пустое все он холодного и холодный он отключенный отключенный все почистила он можете посмотреть вот еще мой крем мой крем для безупречной кожи остался невея софт кстати хороший крем хороший холодильник чистенький я его не закрываю почистила он уже не нужен ключик это мой ключик и холодильник это мой ключик ключик к моему сердцу смотрите открывал штопор и этот и для пива кто любит выпить для того отличный ключик у меня как сувенир так сейчас я вас поставлю и мы с вами будем кофеек пить сейчас я вас закреплю а пока не упадите а то вроде все три своем упадаете вот она я вот она я ваша красотка у меня тут грязная посуда сейчас покажу покушала грязная посуда осталось помою и там сейчас все помою чуть чуть не гопнулась чуть с вами не грохнулась так все вроде вроде не пила сегодня чая патая даже варите скамейки у меня гости были скамейки распятанные оставили вот все это гости приходят в гости уходят а убирать потом кому нам 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 и только нам абсолютно никто никто нам не помощник сейчас кофеек кофеек и будем кофем лечиться у наконец-то наконец-то первых числа к стоматологу заключительный висит наконец-то суп распаялся вот чуят чуят своим корнем своим нервам то что у меня скоро прием и дает о себе знать что я его не забыла чтобы он у меня во рту не затерялся это опять кипиш во рту поднимут это опять ну я вообще я вот это к стоматологу мне идти это конечно для меня вот пишите как можно как можно курить до куря и к стоматологу но вы представьте это кипиш во рту путь это во рту такой кипиш разнесут растут как можно я сказала надо к стоматологу идти уже даже под градусом не то что после курева не мы конечно и покурить и под градусом потому что то есть кипиш который будет происходить это конечно это ужас не люблю я я вам говорила я стоматологов не люблю не то что я любви не люблю стоматологов не люблю стоматологические процедуры будут вот так правильно сказано а так конечно безусловно если бы не стоматолог не ели мы бы с вами как мумиё были холодные холодные я знаю безусловно стоматолог это великие люди великие но очень опасные опасные не то слово я ж говорю включайся пойдешь к стоматологу это кипиш такой кипиш поднимут во рту что мама дорогая кофе я вас учила помню помнится когда я только начинала канал у меня мой зритель подписчик или зрительница я уже не помню кто мне написали кая покажи как ты кофе варишь потому что все вы знаете что я кофеманка вы все наверно все это единого знаете сейчас надену шалетку потому что я буду на балкон вот бегаться пить кофе у нас у нас яркие у нас солнце но холодно только что с балкона выходила посмотреть что там творится что на балконе творится ну холодно в квартире тепло в квартире тепло в квартире нормально холодильник не закрываю кстати вам рекомендация когда вы если вы не пользуетесь холодильником есть такие люди что для экономии электричества отключают всегда его оставляйте полу прикрытый чтобы он обращал потому что если вы его сокройте там будет внутри образовываться неприятный запах а но вам надо например в окурочку поклотите а форму и уже подключите холодильник и она этот неприятный запах себя впитает и как вы будете ее есть после этого я всегда говорю холодильник отключили разморозили моющим средством помыли я всегда холодильник мою средством для посуды оно не токсичное и для холодильника но хорошо губочкой протерла все вытерла насухо просушила холодильник готов к труду и обороне как говорится холодильник чистый сейчас кофейка все-таки вот так думаю буду ехать с собой надо с собой кофе надо пару пальчик взять потому что ну все равно приедешь а кофе оно такое что кофе будешь пить донами пачку купила но на неделю мне наверно пальчика надо все надо все нашей жизни на вещи все еще не слышала у меня время в принципе есть все успех также такой человек я люблю все протек делать но так нельзя конечно конечно так нельзя но я такой человек не знаю вот напишите если с моих зрителей люди которые перешают или перешали вот как вы собираете вещи есть наши такие люди которые в один день могут все в один день организовать переезд в один день собраться в один день загрузиться и ехать но я так не могу я вот это растяну все растягиваю простуда не лечиться уже всеми методами которые только возможно неделю пить водку я не смогу здоровье не позволит и здоровье у меня крепкая но за неделю конечно это никуда не годится никуда не водку вот кофе можно какой кофе опять не так пойдет я же говорю вот это как трудно украинский язык я украинский язык знаю я русский язык знает и вот это постоянно путаешь термины на кофе я говоришь она потому что в украинском языке кофе это женский рот я уже ободела в русском языке это мужской рот а представьте если бы я еще и к немецкий язык выучила так я вообще все путала я провела прикиньте я провела кофе но это же я это же я сейчас вам покажу я провела кофе сейчас вытру я живу ряда не я буду если что-то не наделали швабра купила нужную наверное это новую швабру сапу если беру чё добро пропадать ну чё добро пропадать скажите вот сейчас в рог от это от этих это от этих пошлите не обращайте внимание на бардак у меня чисто ну такой творческий беспорядок творческий беспорядок это не страшно смотрите солнышко солнышко но холодно дверь только открыла и знаете такой холод такой холод попер тут у меня курточка сохнет она уже почти высохла все пелье сухой сейчас еще сегодня еще стирку поставлю стирку согрошу машинку потому что вы падаете ну что так вас поставить немного витамина d нам надо немножко буквально чтоб насладиться насладиться чтобы насладиться солнышком кофе солнышко голову вымыла смотрите точнее парик вымыла смотрите какой паричок голова у меня не грязная вчера мыла голову она не грязная вот сами видите все чистенько как вам этот парик нравится я думаю вам нравится буду чаще на видео вам выходить может и на эфирах буду в нем выходить как вам нравится фуф как хорошо болтеем девки болтеем и мальчики меня смотрят не только девки девчонки и мальчишки а также их родители меня смотрят надо быть добрее надо всем быть добрее ой как хорошо на солнышке и вас на солнце поставила знаете вот это через камеру я вам передаю витамин d витамин d солнце боже люди как я с этим полконом буду скучать не знаю уже привыкла маленький полку меня в харькове выросли он больше тут полку маленький как же я буду с ним скучать он маленький но такой комфортным так посетить а сколько эфиров я тут вела а сколько эфиров а сколько видео но память останется про полку вот это знаете такое чувство я не знаю вам она знакома сейчас гряпну а нож это живешь хочется скорее отсюда уехать я и про квартиру имеют это но так это уже когда уже ты на массе я на такое чувство такое легкое чувство вот именно вот этого можно сказать тоски но ничего надо все равно свою жизнь улучшать безусловно перейти конечно будут видео у меня интересный интерес не в каком плане новая все новое будет все новое все вам захочется все исследовать будут видео конечно для спонсоров канала эксклюзивные видео именно что-то такое эксклюзивное буду показывать для спонсоров канала спонсорство у меня подключено на канале такие именно видео будет для спонсоров хотя сейчас такое у нас время что именно не за что-то голова под париком чешется сейчас такое у нас время что не все конечно могут оформить спонсорство потому что в других странах живут в тем нету его но ничего когда мы это все обойдем с вами это мы с вами это все обойдем ммм ммм копеек к стоматологу пойду утром ничего не утром надо хорошо плотно поесть перед стоматологом во-первых это нервы во-вторых ну я приду в принципе я сразу могу есть потому что перелещают или что-то не делают что-то разрушает кто-то другой будет в этой квартире тоже жить тут другой на квартира знаете такая популярная знаете как мастер маргарита квартира номер 50 она я сейчас скажу очки одену и посмотрите как я буду в очках очки одену потому что солнце солнце прямо в лосо надо их протереть надо их протереть хорошенько как мастер маргарита квартира номер 50 популярная квартира мой любимый фильм мой любимый роман жизненный такой вчера цветы хотела вечером полить забыла надо сегодня появить их обязательно в осенью у меня все цветет не цветет а селинеет но для цветочек сильно так распустился уже наверно освоился в новом горшочке ой я не знаю как вам сказать вот именно понимаете очень сложно что-то менять очень сложно я такой человек я вот остепенилась и не могу вот это постоянно ой надеюсь что это все не люблю вот это менять не место жительства меня ничего менять не люблю я уже вчера вам сказала что корни пускать нельзя если ты чувствуешь страна не для тебя если ты чувствуешь что все тебе не подходит ни в коем случае корни пускать нельзя вот даже как цветок посмотрите его пересадила он сначала не приживался но в итоге он пришелся и распустился пустил корни на новом месте я понимаю что я корни тут пускать не хочу это все это все взаимосвязано что человек что растение все одинаково сегодня с человеком говорила по телефону знакомый мой хороший лично знает меня какая ты молодец ты молодец ты можно сказать огонь в воду и медные трубы прошла кстати какой-то митинг у нас пол там люди орали и сейчас какие-то звуки они тут постоянно орут постоянно какой-то кипиш происходит он говорит я тебя сколько лет знаю говорит кая ты молодчинка ты никогда не опустишь руки ты никогда не остаешься ты всегда ты идешь голову прямо и пошла никогда натурных людей не опрещен тоже мой канал смотрит никогда натурных людей не опрещай внимание пишут и от зависти и от собственной неутовлетворенности плохое я это ты чё ты чё мне такие комментарии я говорю да чё они мне вообще комментарии прочла забыла у меня есть мой зритель тоже мой друг с урала тоже мне пишет вайбер и откая ты меня забыла я говорю извини пожалуйста ну реально времени нет вот время уделяется писать видео на время его так всем отвечать я не могу этому из этом и лично мой знакомый он не на ю тубе мы познакомились мы давно с ним знакомы давайте могут реально вот такая у нас 6 такой ритм жизни что просто нет ни на что времени я уже сколько дней собираюсь собирают это по чуть-чуть вещей потому что все одним махом я собрать не могу стараюсь и так никого без внимания не оставить извините пожалуйста если кто-то остается без внимания извините и телеграм-группа и все всем по возможности отвечу всем бывает минутка есть свободно и я всем отделяю абсолютно но вот сейчас на данный момент у меня такой ритм жизни что даже даже именно со своего окружения не могу вот уделить время вот представьте моя любимая кстати жилетка эту жилетку я покупала в нермании леопардов и так что так все зеленое пока что я не знаю как папе лето наверное такая погодка но прохладная если бы папе лето было то тепло было последнее видео с пляшевым выставила тогда еще последние дни пляжа были уже все уже все знаете вот это честно говорю вот эта война это настолько людям 6 исковеркала много людей которые есть такие люди которые сюда приехали в другие страны приехали какие-то иллюзии имеют многих розовые очки сразу спали как и у меня на принципе же до этого не их не было когда я сто ехала есть люди которые на что-то надеяться что-то хотят улучшить возможно у нас плохо жили есть такие люди украине шка кто много работает тот и живет хорошо но в принципе как и тут а если конечно человек не хочет трудиться конечно ему будет сложно ему сложно будет я лично я без работы никогда не останусь я никогда вот своей жизни я никогда не ныла что мне там зарплаты не хватает мне принципе всегда ее хватало я я за свои зарплаты всегда умудрялась отложить копейку это не то что я какая-то куркулика но всякое в жизни бывает бывают моменты как у нас момент случился когда война началась если бы я без денег была бы я бы наверное если бы я не откладывала деньги у меня бы запаса определенного но у меня был всегда стимул на что мне этот запас нужен он у меня и был к сожалению я его потратила но опять-таки в трудную ситуацию эти деньги для меня стали чем-то таким опорой опорой в том что мне нужны были деньги на переезд эти деньги безусловно помогли вот так если бы у меня запаса не было бы то бы я была бы в такой по наверно дыре именно финансовой дыре у меня был промежуток времени тут в германии когда я в долги влезла этот промежуток был слава богу у меня сейчас на данный момент не долгов ничего нету слава богу работаю свою жизнь улучшаю я думаю кто меня смотрит для вас это живой пример то что вот так надо надо к чему-то не надо вот это гадости писать злобу удержать себе а именно вот такой живой знаете пример когда например подражание ну не подражание неправильно сказала пример к тому что надо двигаться надо свою жизнь максимально делать комфортно и максимально ее улучшать своими силами не ждать когда тебе кто-то придет тебе чем-то поможет именно самостоятельно все самостоятельно на курение кстати не пропагандирую а есть такие люди знаете нынтики руки опустят лапки сложат им как все плохо как все печально это могу конечно безусловно раскритиковать то что мне не нравится но знаете критика и нытье это разная вещь у меня критика на обоснованно я если что-то критикую она у меня обоснованно а вот так с пухты по рахты конечно не про меня настроение супер супер немного грустная но суперская не знаю что вам еще рассказать вроде все знаете в курсе всех новых событий немного огорчает мое настроение огорчает поход к стоматологу я вам уже сказала и остался еще проведаю конечно же безусловно пойду знаете вот так время проходит объект никаких у меня лично нет есть конечно в глубине души обида но я понимая саму ситуацию я понимаю что человек но принципе он что хотел у него то и есть него есть самостоятельность у него есть финансы у него все есть человек то что желал то и получил я ему не мама я ему x жена x я понимаю что человек хочет хорошей жизни и без меня он станет что у него жизнь будет в разы похуже но я со своей стороны все меры все меры которые мною были предприняты для получения его жизни я предприняла а там уже надо как-то самостоятельно как-то не маленький ребенок им говорит так я кстати не знаю как съемка будет потому что солнце прямо на камеру падает надеюсь будет хорошая съемка мне камера хорошая в телефоне съемка всегда хорошая под на солнышке сижу тепло хорошо солнышко тёплая витамин d кстати когда вот что хочу сказать когда мы приехали в нерманию мне сразу мои знакомые сказали тут обязательно надо вы слышите грохот мотоцикла обязательно надо вот вы приехали сейчас весна у нас но все равно витамин d обязательно надо этот вообще такие дожди увидела вот именно дожди были проливные и тут что мне лично вот по климату вот тут именно если дождь пошел он будет или полдня идти или вообще целый день извиняюсь у нас в харькове дождь пошел минут двадцать полил и все солнце вышло тоже с одной стороны летом это плохо плохо в том отношении что испарение сильное испарение тут дождь прошел к вечеру перестал и нормально но сырость сырость это именно сырость очень много в германии людей с депрессией с плохим настроением с депрессией с глубокой депрессией от того что тут такой климат так что может других землях по-тругому но именно за берлин хотя я знаю земли и шо хуже и шо хуже берлина меня говорили и по климату и по обстановкам намного хуже прошла в берлине спасибо сказала своим знакомым за то что спасли за то что дали крышу над головой мне сама не правда деньги но все равно спасибо мне никто не обязан оплачивать ничего сама все сама все я живу я не из тех людей которые лапки с лошадь в германии у меня жизнь youtube канал начала вести да безусловно моя жизнь уже стала и я когда приехала я изначально пошла на курс и я сразу я приехала сразу курсы всела себе сама искала сама нашла устроилась на курсы но я поняла что они мне ничего не дадут плохо у меня в жизни есть человек который мне онлайн работу предоставил но помог устроиться на онлайн работу слава богу потому что как вспомню он то короткое время когда государство зависело это просто так это реальный актуал это реальный был от на государство зависит это дело это и это в любой стране так что надо своими силами своим трудом достигать чего-то и тогда вы сможете так спокойно взять и уехать не переживая чтобы есть такие люди которые тут зависиме материально зависимы были потому решают у них все меняется им трудно с нуля начинать я можно сказать я с нуля буду начинать только в том плане что надо сделать ремонт надо обустроиться надо свою жизнь быт обустроить в этом плане то в этом плане все будет у меня по-новому с нуля а в плане финансов плане работы у меня слава богу все есть слава тебе господи мы на коне все кто подписан на канал волчица вам искренне желаю чтобы вы были на коне так что такие дела так что такие телешки у нас вроде все вам поветала так знаете я знаю что есть такие люди которые вот смотрят мои видео и мы на длинные видео нравится я не могу подправить и длинных выставлять в силу нехватки времени и так стараюсь чтобы видео регулярно выходила без опостаний так что работаю для вас и конечно для себя если сказать что исключительно для вас работаю на это пестежку говорю как есть и для вас и для себя хорошо и другим людям приятно сети себе знаю есть такие люди что плютят или обедают со мной завтракают уши на это смотрят видео или просто поэтому чем-то занимается или даже на работе есть такие люди которые у которых работа свободно они могут себе позволить что-то посмотреть любимого блогера любимый фильм любимый канал безусловно кофеёк вкусный кофеёк и погодка ой какие облака красивые на память останутся так тоже какая-то ностальгия вот включу видео посмотрю знаете вот у меня в жизни вот я настолько жалею знаете чему я никогда в своей жизни не любила съемку вот снимать видео фотографироваться но не любила я это я вот телефон себе покупала я камерой и не пользовалась практически мне главное было посланить мессенджеры такое а вот так если бы я вот снимала например во первых бы я и вам могла бы выложить сейчас показать свою квартиру в харькове свою шесту вот даже есть шикарты памяти у меня есть карта памяти но на ней музыка всегда была а вот фотки есть безусловно фотки на их миссия вот и когда можно сказать такое видео дневник это конечно это безусловно радует вот так посмотришь какой-то момент их жизни захочешь увидеть посмотришь потом проанализируешь этот момент и подумаешь может быть надо было что-то в этом в этот момент поменять вот какие бы сейчас ошибки не допустить с этого момента вот так просто посмотришь свое видео и ты анализ проведешь безусловно это хорошо вот блогерская работа чем она хороша тем что ты в любой момент может сойти это видео которое у тебя год назад записано было и анализ провести той жизни которая у тебя была в то время хейтеры вот многие хейтера пишут действительно есть оскорбление это уже конченые хейтера есть нормальный хейтер там какой-то совет могут этот дать покоритиковать могут и вот таком отношении вот этот анализ провести вот это все это это безусловно хорошо это безусловно хорошо вот так вот так живешь ты свою жизнь прошиваешь и у тебя нету памяти именно вот такой памяти что ты включишь видео и ты увидишь ты увидишь свои минусы свои недостатки свои плюсы свой успех ты видишь это все и ты анализируешь что улучшить в своей жизни чего не совершать каких поступков у нас вообще вот в жизни что не происходит из всего надо извлекать урок из всего хорошие события происходят урок плохие события урок с любого события надо извлекать урок так что вот так витамин d приняли кофе выпили кофе подпили отличное настроение отличное вам тоже желаю позитивного настроения бодрого бодрого и чтоб жизни все складывалось так как вы хотите они так кто-то со вас хочет что-то именно чтобы у вас жизни было то как вы как вы хотите свою жизнь совершите ошибки сами на них и научитесь не совершать 6 без ошибок не может быть безусловно так что вот такие делишки у нас так что вот такие делишки у нас отличная погодка по пиле летом по пиле летом все мои хорошие кому видео понравилось ставьте палец вверх ставьте лайк подписывайтесь на канал всех люблю всех обнимаю всем хорошего начала недели и до скорой встречи на канале вот этим и все мои хорошие и все мои хорошие и по пути и